продолжаем делать наше пятое приложение давайте первое что мы сделаем это внесем наши данные файл properties и так вот он вот здесь находится application properties как вы помните первое что мы всегда тут делали в предыдущих наших видео это устанавливали связь с базой данных то есть надо было тут указать database url вот это вот потом юзернейм юзернейм опять я просто это пишу да а в следующие подсказки не помогает и паспорт spring database паспорт где мы их можем взять отсюда перейти кликнуть настроечки и все у нас тут сохранится вот это наш юрл если вы все значения указывали как у меня можете просто повторить то что прописывая юзер у нас был spring people и пароль точно такой да сейчас мы у нас уже не people а employee мы просто не стали менять вот это вот в базу данных которым мы создали workbench окей на этом пока этот файл закроем а теперь что мы сделаем мы сделаем сначала пакет наших entity то есть наших сущностей и в этом пакете создадим класс employee то есть это работник клави первое что нам надо сделать это указать аннотацию то что это entity и указываем аннотацию table вот потому что этому классу как вы поняли ему полностью соответствует вот это вот таблица employee сразу можем указать table name и в двойных кавычках если я вот сейчас жму control пробел у меня не выпадающего списка нет никакого но если я нажимаю вот тут alt enter выберу assign data source не выберем вот это employee localhost нажмем ok теперь смотри я жму control пробел и могу выбрать таблицу у нас она только одна поэтому смело выбираем ее далее надо объявить все поля правила тайги будем на этом подробно останавливаться все это мы проделали уже раза два или три опять же если вы знаете что такое библиотека ламбок смог смело ее используйте чтобы избавиться от вот этого шаблонного кода у меня есть видео на канале о библиотеке ламбок ссылочку прикреплю можете посмотреть так тут аннотация generated value стратегия identity вот если вы будете использовать библиотеку ламбок то в этом видео я на напишу полностью весь код для большего понимания также смотрите над айди я указал аннотацию айди вот она указывает что это первичный ключ тут как будет формироваться вот эти вот айдишки а вот это вот колонны это уже аннотация которая надо указать над каждым полем а вот эти две это только над айди указывается и так над полем фестный у нас стенды скорный на глаз на им классом бескорные и мл мл то есть вот эти поля например им соответствует вот этому столбцу в таблице окей далее как вы помните нам надо конструктор первый без параметров и второй конструктор вот эти вот три параметра без айди alt insert создаем геттера и сеттера уже для всего включая айди и переопределяем метод to string опять же жмем от insert to string выбираем все поля жмем окей так и вот он наш энтити готов так вроде бы я ничего не забыл так быстренько просмотрели окей application properties тоже вроде бы все правильно так на этом это видео будем заканчивать ну а работу над приложением продолжим следующем видео